всем здравствуйте я тут собрался магазин пришел и такой думаю чтобы такого купить хожу по магазину в поисках чего-то интересного и вижу просто вот такие огромные шампиньоны такие огромные шампиньоны когда я вижу я сразу хочу на фаршировать значит что нужно для фарша во первых да вы понимаете что можно просто руками вот так вот вытащить ножку вытащили шляпки пока что откладываем значит аккуратно так вот раз отковыряли их разогреваем сковородку берем кутер скидываем туда ножки пару зубчиков чеснока обязательно на несколько частей нарезаем у меня просто были остатки половинки луковицы я всегда говорю в такие фарши можно отправить все что завалялось в холодильнике в финале никто не догадается что это сделано из так сказать остатков корешков пеньков и всего такого чего жалко было выбросить а в итоге то вкусно получится и пару сосисок можно конечно сделать без них добавить сюда сельдерей добавить сюда не знаю яблоко добавить сюда какие-то другие грибы или какие-то другие овощи если есть отварная картошка все можно сюда скинуть но с сосисками вкуснее немножко черного перца давайте сразу добавим соли добавлять не надо наши сосиски вкусные соленые достаточно этого будет и у нас получается вот такая грибная сосисочная масса когда сковородка нагрелась бросаем сюда кусочек масла конечно же сливочного граммов 30 растапливаем его растапливаем вот так вот болтаем 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 и как только масло растопилось отправляем туда нашу сосисочную грибную очень вкусную массу нам нужно слегка спассировать ее все мелко порубленное жарить особо долго не надо раз прогреть ее хорошенько да и все нам нужно что сделать сделать так чтобы лук перестал пахнуть вот этим вот сырым луком грибы нагреются они потом же еще и ну сок начнут чуть-чуть давать поэтому чуть 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 пассируем сильно на огромном огне не даем потому что масло начнет гореть маленькие кусочки начнут подгорать все на слабеньком огне главное что была разогрета сковородка ну и все пару-тройку минут ну то есть что у нас получилось такая вот кашица значит сильно с начинкой не увлекайтесь во первых у вас в грибах несмотря на то что они огромные не так много места внутри а потом там же мы ведь и ножку размололи ну то есть понимаете да по объему что там на если эту ножку фаршировать то не так много чего-то прилипнет а две сосисочки уже там есть фарш пока чуть-чуть остывает пришло время достать вот эти все огрызки сырные даже у меня большие огрызки поэтому я эти огрызки везде использую он берем просто там значит немножко такого сыра немножко другого сыра немножко третьего сыра все это кусочки вот эти вот делайте отправляйте в сырной смеси и потом соответственно мы будем добавлять его в блюду это у меня голландский сырок плотный такой ароматный и у меня еще есть тут немножко тоже твердого сырка заморского заграничного я его тоже добавлю знаете для расширения расширения так сказать кругозорной ароматики я тру твердые сыры на мелкой терке они на крупной потерли лишнее все со стола сразу убираем значит сырок перемешиваем сразу же нужно поставить противень потому что на некоторое время они уйдут у меня в духовочку но я сейчас все поэтапно расскажу грибочки фаршируем если грибок у вас не стоит значит можно всегда подрезать ставим сюда грибочки и отправляем на буквально 45 минут духовку температура максимальная и нам нужно что сделать нам нужно прогреть сам гриб большой до сыр сразу не накидываем потому что за 5 минут сыр начнет весь там сушиться и деревенеть теперь делаем вот что пока у нас грибочки стоят мне нужен чугунок магазинах в отделах барбекю и вообще в разных всяких отделах всегда продается щипа мы сейчас будем грибочки наши коптить насыпаем много нам не надо вот три щепотки но закрыл их достаточно дальше нужно просто-напросто нужно отделить продукт от щипы то есть нужно что-то чтобы продукт висел не касался дна не касался щипы делаете вот такие вот шарики ставите их в кастрюльку и все на них поставим грибы как только грибочки там буквально 5 минут постояли в духовке значит достаем следим проверяем смотрим утрамбовываем фарш немножко видите они осели дальше посыпаем сыром и еще на пару минут духовку пару минут прошло сыр расплавился берем собираем его сюда выкладываем пока он еще жидкий китайские палочки для этого очень хорошо подходят долго не готовьте грибы иначе они засохнут вы это знаете без меня теперь аккуратно составляем грибочки вот сюда составляем так чтобы все вошло здесь у нас уже будет происходить процесс копчения высокой температуры здесь не будет поэтому продукт должен быть полностью приготовлен закрываем крышечкой и ставим на огонек температура конечно там есть потому что металл то нагревается все равно но это уже не процесс приготовления это уже процесс копчения так сказать придание аромата как только дым появился отключаем плиту нам не нужно чтобы она дымила все время нам нужно чтобы он дал дым если у вас ничего похожего нету но какого-то такого способа да можно использовать сыр копченый сделать все то же самое только с копченым сыром и грибы у вас будет копченого вкуса сразу скажу что кастрюлю потом придется отмывать но с другой стороны если вы ее не будете отмывать а например просто ополоснете и сварите вне суп то у вас суп будет со вкусом копчения дымок пошел выключаем 3 минуты засекаем и все готово можно подавать к столу вернее когда вы выключили собирайте быстро все на стол чтобы через три минуты уже раз сразу сервировать грибочки и отправить посмотрите какого они цвета просто великолепного такого золотистого копченого вкусного цвета теперь перекладываем совершенно бомбические грибочки прямо в тарелку немножко петрушечки для украшения и блюдо готово к подаче на стол они копченые реально копченые смотрите какой внутри грибок уселся шапочка золотистая фарш все сочится прям сок о нежнейший вкус копчения да и что может быть вкуснее чем гриб сосиска сыр все там уже больше ничего нету сыр такой тягучий жвачка такая я не знаю как вы потому что вы вот это не пробовали моё но сами обязательно приготовьте вы поймете что это просто будет реально открытие вы можете дома коптить все что угодно в любом случае вы должны что сделать правильно закоптить грибочки как я вам показал кайфануть и всем рассказать да мне лайк поставить можно не ставить чай без лайков не прожил вы же у меня и так есть ставите в лайк не ставите лайк очень был рад до новых встреч придумаю еще чем будет другое пока